Друзья, всем привет! В эфире Тюнинг по-русски. Сегодня в нашей программе очень интересный экземпляр. Наследие итальянских инженеров, впоследствии доведенное советскими инженерами, по сути народный автомобиль из 70-х годов. Вы же понимаете, просто показать вам обычный автомобиль было бы неинтересно. И мы в гостях у человека, который смог добиться мощности в 10 раз мощнее того экземпляра, который вышел с конвейера. Народная копейка или ВАЗ-2101. Тюнинг по-русски. Поехали! Семен, приветствую тебя! Приветствую! Ну, как ты уже, наверное, догадался, мы приехали посмотреть на твою ласточку. Ты сохранил вот этот внешний вид, и эту машину не превратил в жуткий корч, как мы там видим, с вареными каркасами. Тут все практически как вот с завода. Красивенько, аккуратненько и как должно быть. Спасибо, это была первая задача, на самом деле, что сделать. Осталось, чтобы в облике копейки эта машина. И у тебя получилось, потому что, как я понимаю, судя по тому, что у тебя переделан, но вот так вот визуально, ты сейчас поподробнее об этом расскажешь, но визуально я вижу, что поменял колеса, застегнул ремень и поехал. Да, именно так. Слушай, круто! Что у тебя под капотом? Двигатель на базе ВАЗ-2112. Так, 16-клапанный, так называемый. Вот. Турбированный, самое главное, в моем смысле, в моем понимании. Так, мощность изменена с родных 64 до 620 без использования закиси. То есть почти в 10 раз? Да. При том, что объем изначальных двигателей на копейках, это 1,2. Да. А у тебя? Сейчас, если быть точнее, 1530. Ну, изменено все. В первую очередь, впрыск топливный, то есть форсунки, топливо, используется спорт топлива, то есть это аналог 102-го бензина, то есть необычный, который можно заправить на заправке. Вот. Соответственно, сделана система впуска, все самодельное там, турбина установлена на машине, также система закиси азота, вот, но используем не всегда. Вот. Изменено, что касается мотора, процентов на 70 внутренних запчастей поменено, то есть снаружи блок, головка и там так далее, там коленвал, это остается вазовская. Вот. А где ты брал вот эти запчасти? То есть это тоже какой-то кастом самодельный, либо же это где-то можно в магазине пойти купить? Ну, в магазине такое не купить. Много комплектующих изготовлено, очень много, которые сделаны в России, именно, да, то есть непосредственно там поршневая, там и многое другое. Вот. Что-то привезено из Америки, ну, большинство, скажем так. То есть американцы делают для вазовского двигателя запчасти? Нет, не для вазовского, но это также есть параметры. То есть универсальные тенячки, которые можно хоть на Жигуля, хоть на ГТР, правильно? Да, 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 именно так. Очень крутой мотор, очень красиво все. Скажи, это добавляет сколько ты к лошадям, или что? Или это твое личное? Моё мнение такое, если не красиво, не поедет. Вот, это первый подход к сборке, там, гоночного автомобиля. То есть должно быть, должна быть культура производства, скажем так, то есть все красиво. Если мне это понравится, то тогда я эту деталь поставлю, и это поедет. То есть если все прикручено на хомутиках, это тоже, во-первых, это безопасность. То есть если там у тебя на топливном, скажем так, в системе хомутик какой-то, и он слетит в момент заезда, это чревато пожаром и так далее. Ну, будет красиво. Да, красиво будет. Шоу, шоу. Да. Я вижу, что у тебя есть не только красиво, но еще и стильно. Масло заливало горловину, она очень крутая. Скажи, откуда эта идея появилась? Это крыльчатка турбины, которая изготовлена на ЧПУ-станке, скажем так. Наверняка у тебя вот эта вся красота заняла колоссальное количество времени. А как же ночь, как говорится, последней гайки в гараже перед гонками? Это все именно так и происходит. Все делается в последний момент, потому что в будние дни, скажем так, днем, как все люди, трудимся, то есть работаем также над машинами. Соответственно, это делается ночью, там, перед гонками что-то делается, грубо говоря, там ночи спишь по два часа, но неделя перед гонками, она занимает очень много времени, провождения над этой машиной. Сколько это могло бы стоить, если бы ты вот сейчас, вот у тебя есть много денег, и ты пошел, купил машину, и вот это все собрал? Ну, так вот, на вскидку, да? Просто не будем уходить какие-то конкретные цифры по штукам с этим разумом. Примерно, скажем так, от миллиона 200 где-то до полутора миллиона рублей, чтобы собрать такой автомобиль. Потому что все, какие-то каждые детали, то есть нету деталей, которые там можно просто взять и купить. Есть детали, которые надо идти и изготовить их у того же токаря, фрезеровщика, то есть там на ЧПУ-станке какие-то детали заказать, чтобы это сделали. Как управляется вот это все в плане электроники? Система Абит, у нас есть такой замечательный настройщик Ян, его многие знают. Абит – это тоже наша российская система управления. Вот. Она всем управляет, начиная там от впрыска, заканчивая впрыском закиси и так далее. То есть здесь очень много электроники довольно-таки. Тут вплоть до того, что здесь можно сделать даже антипровоксовую систему, трекшн-контроль. Да. Как мотор передает, соответственно, весь свой момент на покрытие? Так, ну, в первую очередь здесь стоит самодельный маховик, тоже нашего изготовления, то есть, да, уже российского, скажем так. Вот. Двухдисковое сцепление. Вот. Трансмиссия поменена. На базе BMW M5 трансмиссия стоит, коробка. Как это все сращивалось? Ну, вот так вот пластинами переходными делаем. Вот. И все стоит, все снимается. То есть 20 минут уходит на то, чтобы поменять трансмиссию. Кастомный кардан на базе волевского редуктора, ну, моста, скажем так, сделаны уже кронштейны от нашего, от российского отпилены, приварены, все сделано. И, соответственно, встают в заводские штатные места. Тормоза стоят уже от переднего привода, тоже от восьмерки, скажем так. Ну, и никуда не обошлось без гоночных колес. Скажи, пожалуйста, динамика замерялась у этого автомобиля? Пока нет, но в планах это сделать в ближайшее время. По ощущениям? Ну, замерялась она по секундам, там, от нуля до ста не замерялась, но на данный момент 402 метра эта машина по очень плохому покрытию едет 10,9 секунд. Ну, наше зависит 10,9 не о чем не скажет, а в километрах в час. В километрах это примерно там в районе от 210 до 220 км в час. Ну, то есть, твоя машина способна за 10 с небольшим секунд со старта разогнаться до 200 Ат? Да, да. Ну, а вот до сотни все-таки, вот ты вот на разных машинах наверняка ездил, но вот по твоим личным ощущениям, ну вот, если сравнивать? В районе 3 секунд, наверное, 3,2, наверное, до сотни. Понятно, если ты не замерял динамику, то и вес, наверное, ты особо... Замерял, свешил. А, ну, конечно, это важнее. Это важно, да. Сколько вес у этого автомобиля? С полными баками, так называемые, воды и бензина, и закиси вместе с пилотом, то есть со мной. 895 килограмм весит этот автомобиль. Чуть-чуть, чуть-чуть, да, не дотягивая, там один к одному, там совсем 200 лошадей не хватает. С такой сумасшедшей, с таким сумасшедшим соотношением массок, мощности, что ты испытываешь на старте? Потому что я не могу тебе представить, какова вот эта вот энергия старта? Боремся со стартом, чтобы не переборщить с мощностью. То есть очень много бывает пробуксовки, вот, но после там 100 метров уже очень сильное ускорение, там, вплоть даже на 4-й передачу машина пытается ехать боком. Танцевать. Как ты вот умудряешься поймать это? Не могу объяснить это словами, это все происходит в действии. Ну, и расскажи, пожалуйста, как у тебя появился вот этот чудный аппарат? На самом деле этот автомобиль появился у моего друга, вот, потом мы его, он точнее его продал, вот, но подумали о том, что этот автомобиль должен все-таки остаться именно у нас, мы его снова выкупили у того человека, кому продали. Вот, и эта машина у нас уже порядка там 9 лет в общей сложности, то есть последние 2 года она вообще не выезжала из гаража, она стояла в теплом гараже и протиралась, и все. Вот, автомобиль полностью заводской краски, кроме передних крыльев, которые были заменены на пластиковые, тоже СССРовские, кстати. по салону у тебя, как я вижу, тоже минимальные изменения, то есть из очевидного ковши что-то еще менялось? Нет, не менялось, панель приборов осталась родной, копеечной, вот, сиденья поставились в целях безопасности, в целях того, чтобы можно было машиной управлять все-таки, потому что на штат, на заводских сиденьях нет подголовников, ну, и боковых поддержек, то есть не получится на них ездить. Также вот четырехточечные ремни только установлены для, скажем так, безопасности. Я просто сейчас для зрителей хочу уточнить один момент. Эта машина не для дорог общего пользования, это уже спортивный снаряд, чтобы на нем ездить, нужно там вернуть все это, как это было с завода, в плане безопасности сиденья, ремни вернуть родные, вот, как минимум колеса, только тогда эта машина готова выезжать на дороге. Так, эта машина ездит только по специальным трекам. Не пытайтесь повторить этого в реале, только с профессионалами. И как не обратить внимания вот на эти большие красивые колеса? Я так понимаю, это же специальная резина для дрэг-рейсинга, правильно? Да, это для дрэг-рейсинга. Диски гоночные также, ну, это американский велтрейсинг. И как они там стоят, я так понимаю, там же от Жигулей у тебя все. Ступится мост, как я до этого говорил, он Вольво, но был переделан под разболтовку Жигулевскую. То есть, все завалено, проточено, сделана уже разболтовка на 4 болта, не на 5. Как это все на дороге держится? То есть, я так понимаю, что у тебя огромные колеса, которых здесь не должно быть. Я так вижу, тут немножко с крылом поработали, чтобы это все умещалось. подпилили токарочку, чтобы особо в глаза не бросалось, выглядел более штабный автомобиль, но при этом, чтобы машину было можно максимально ниже опустить и пролазили также максимально большие колеса. Про опустить ниже, про подвеску, расскажи немножко подробнее, что применялось, из чего состоит, потому что, я так понимаю, то, что это тоже все кастом, нестандартное. Да, здесь те же тяги, то есть куплены обычные в магазине, переделанные, сделаны регулируемые, так как на жигулях они не регулируются во всех плоскостях, как сейчас сделано. Поменены амортизаторы на более жесткие, газовые. То есть мы подбираем под трассу, где-то мы ставим жесткие, мы с собой возим так 6 пружин, жесткие, средней жесткости и самые мягкие. И уже под трассу ставим. Они меняются в районе 5 минут. Что касается передней подвески, то же самое. То есть купленные рычаги, многие конторы сейчас делают как бы спорт, но они сделаны, переделаны, перерезаны, переварены полностью под эту машину. То есть сделана база, укорочены, удлинены, то есть все сделано именно под нее. Также пружины обычные мы подбираем, также несколько комплектов. То есть все зависит. Вот сейчас боремся с тем, чтобы подобрать, что ей нужно для этой машины, чтобы она управлялась, максимально ровно ехала. Потому что каждое виляние на этом автомобиле это потеря кучи времени. Вот. И опасность, как самое главное. Все-таки это хобби или все-таки это нечто больше, чем просто хобби? Ну, давай уже, расскажи. Что у тебя внутри? Мне кажется, это диагноз, если быть точнее. Это больше, чем хобби. Я как бы пробовал один момент, скажем так, завязать с этими гоночными автомобилями, потому что, ну, само собой, это опасно, как и любой спорт, скажем так. Но я без этого не могу. Но гонки тебя не отпустили? Нет, они меня не отпустили, и обычные автомобили не принесут столько удовольствия и позитива в жизни. То есть, мое мнение, это лучше заниматься там, и также ко мне там ребята приходят, которые с детьми, там дети смотрят, там им все интересно, там кнопочки и так далее, скажем так, для них пока это цвета. Вот. По мне это более интересно, чем нежели заниматься другими плохими делами, скажем так. Тебе огромное спасибо за такой пример для нашей молодежи. Ну и спасибо за этот чудный рассказ. Прям огромное спасибо. У тебя очень красивая машина. Спасибо. И очень быстрая, что немаловажно. Ну и до встречи на гонках. Это был тюнинг по-русски. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова